Густое сладкое вещество, получаемое из крахмала. Партука. Верно. Знаете, сколько времени у вас осталось? Три минуты пятнадцать секунд. При этом выигрыш тысяча. Пока. Математика может помочь нам три раза. Играем дальше? Да. Второй раунд. Первый вопрос. Назовите актёра, сыгравшего мисс Эндрю в советском фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Парс. Табаков. Сколько корон изображено над дуглавым орлом на гербе Российской Федерации? Три. Верно. Название какого курорта Крыма совпадает с названием «Рыбы» отряда окунеобразных? Судак. Верно. Станислав Алексеевич, давайте посмотрим результаты второго раунда. Выигрыш две с половиной тысячи рублей. В запасе у вас две минуты сорок пять секунд. И также математика может помочь нам три раза. Первый вопрос. Кто автор сказки «Двенадцать месяцев»? Маршак. Верно. Как архитекторы называют сферическую крышу церквей и мечетей? Купол. Верно. Каким греческим словом, означающим «идущий рядом», называют две непересекающиеся прямые? Параллельные. Совершенно верно. А это значит, что впереди у нас четвертый раунд. Предпоследний. А сейчас вы можете перевести дух, потому что на канале РАН-ТВ реклама. Мы снова в студии игры «Народ против». С нами играет Станислав Алексеевич Декин. Будем играть дальше? Да. Но прежде посмотрим ваши результаты. Выигрыш у вас уже пять тысяч рублей. Остается время. Две минуты тринадцать секунд. Математика, вопросы замены не использованы. Готовы играть? Готов. Первый вопрос. Какую домашнюю работу раньше выполняли при помощи рубеля и скалки? Пас. Глажение белья. Как называют людей, привлекаемых для работы с целью сорвать забастовку? Штырик Брехин. Да. Назовите английского драматурга, автора трагедии Макбет. Шекспир? Да. Назовите два официальных языка республики Кипр. Пас. Турецкий и греческий. Турецкий и греческий. Пасов нет. Вопрос замены. Какую шутливую присказку вспоминают при рассмотрении чертежа в теореме Пифагора? Пифагору штаны во все стороны равны. Да, это так. В честь завершения какой битвы в 1943 году в Москве был дан первый за годы Великой Отечественной войны салют? Курской. Да. Поздравляю вас. Спасибо. Впереди пятый раунд. С четвертым мы справились. И вот с какими результатами. Ваш выигрыш 15 тысяч рублей. Время осталось 1 минута 9 секунд. И математика помогает вам еще 2 раза. Какое решение вы принимаете? Играть дальше или забрать выигрыш? Пожалуй, времени маловато. Если вы выиграете пятый раунд, у вас будет 50 тысяч рублей. Ну что, рискнем. Пятый раунд. Первый вопрос. Под руководством какого авиаконструктора разработан самолет Руслан? Туполева. Антонова. А, нет, знал. Ах, как жаль, но это был Антонов. Да. Этот вопрос нам задала Наталья Анаприенко. Она живет в городе Киеве. И, надеюсь, слышит нас. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, директор. Добрый день. Это игра «Народ против». Ее ведущий Александр Милосердов. Спасибо. Ваш вопрос поставил в тупик нашего игрока. Станислава Алексеевича Декина. И мы будем играть в гонг-игру. В ней будет разыграна сумма. 15 тысяч рублей. Сколько достанется вам, мы узнаем после этой игры. Станислав Алексеевич, вот правило. Гонг-игра, в которой три варианта. Один из них счастливый. В нем гонга нет. Правда, он есть двух других. Кладите руку на кнопку и выбирайте один из трех вариантов. Ну, второй. Вариант номер два. Гонг-игра. 15 рублей. 104 рубля. 596 рублей. 6441 рубль. 6540 рублей. 6987 рублей. 7356 рублей. 8045 рублей. 8046 рублей. 9380 рублей. Так решил Станислав Алексеевич. И выигрыш в 5620 рублей достается Наталье Анаприенко. Наталья. Да, да, я вас слышу. Вы знаете о своем выигрыше? Да, теперь знаю. Ну что ж, я поздравляю вас с ним. Спасибо, я тоже поздравляю с игроком. А сколько вопросов вы нам прислали? Ой, да, уже клигу, наверное, можно издать. Я раньше работала с компьютером, и через интернет там хорошая программа у вас, можно было посылать много вопросов. И это несмотря на то, что нас разделила граница. Для интернета границ нету. Спасибо интернету, а также вам. Играйте с нами еще. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Станислав Алексеевич, ваш выигрыш составляет 9380 рублей. Интересно ли вам посмотреть, что было бы, если бы вы не нажали кнопку? Да, конечно. Пожалуйста, 10-321, 11-192, 11-193, 11-194, 12-995, 15. Немногие из игроков выбирают беспроигрышный вариант. Вам повезло. Спасибо. Но вы поделились с Натальей, и за это вам тоже спасибо. Рад. Вы замечательно играли, я поздравляю вас. И ваш выигрыш 9380 рублей. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый день. И вот, наконец, с нами играет Наталья Павлова из Москвы. Это творческая личность. Очень красивая женщина. Наталья, декоратор. Оформляет жилые помещения. Я надеюсь, что в нашем кресле игрока вам достаточно комфортно, чтобы сыграть в нашу игру. Наверное, да. А знаете ли вы наши правила? Да. Давайте повторим. Давайте. Правила игры. Пять раундов. У вас на них четыре минуты. В каждом раунде по пять вопросов. В первом надо ответить на один вопрос из пяти. Во втором на два. В третьем на три. В четвертом на четыре. А в пятом на пять. Вопросы замены могут прийти вам на помощь. Скажите мне, из какой области знаний вы выбираете вопросы замены? Кинороли Любови Орловой. Вы все фильмы смотрели с ее участием? Ну, надеюсь, что да. Но я знаю, что некоторые фильмы не вышли с ее участием. По какой причине? Она сама себе в этих ролях не нравилась и могла позволить не выпускать их дальше. Вы также в нашей игре можете позволить себе забрать выигрыш и уйти. Если дойдете до пятого раунда, можете забрать пятьдесят тысяч. Если вам будет этого мало, будем играть дальше. А пока первый раунд. Играем? Да. Народ против Натальи Павловой. Сейчас первый раунд. И в нем вы можете сказать пас четыре раза. А вот какой вопросик. Каким голландским словом называется металлический наконечник пожарного шланга? Пас. Транспойт. Какой английский писатель является автором книги «Алиса в стране чудес»? Пас. Кэрол. Назовите фамилию бессмертного ведущего телепередачи КВН. Масляков. Правильно. Передача КВН помогла нам выиграть первый раунд. Ну что, забираете выигрыш и уходите? Да нет, пока рано. Вы так уверенно говорите. А я уверенно расскажу, какие у вас результаты. Выигрыш в тысячах. В запасе три минуты. Тридцать семь секунд. Кинороли Любови Орловой. Три вопроса замены. Еще ваши. Второй раунд. Первый вопрос. Территорией какого государства является историческая область Нормандия? Франция. Да. Как называлась буква П в кириллице? Пас. Покой. Назовите имя индийского писателя, удостоенного в 1913 году Нобелевской премии. Пас. Робин Транаттагор. Какой французский писатель является автором романа «Шагренева кожа»? Замена. Бальзак. У вас еще есть пас. Какое соединение, кроме параллельного, применяют в электротехнике? Последователи. Верно. Наталья Павлова потратила 43 секунды и выиграла два раунда. А вот какое время у нее осталось. Выигрыш 2,5 тысячи и время 2 минуты 54 секунды. Любовь Орлова может помочь четыре раза. Моя мама будет довольна. Чтобы мама была довольна, мы сыграем в третьем раунде. Пас можно сказать два раза. И вот первый вопрос. Назовите актера и режиссера, снявшего в 1982 году фильм «Покровские ворота». Михаил Казаков. Верно. В каком городе Болгарии ежегодно проводится фестиваль юмора? Габрово. Да. Как называют популярные на Руси овощ, естественный гибрид турнепса и капусты? Пас. Брюква. Как звали жену Андрея Болконского в романе Толстого «Война и мир». Лиза. Да. Давайте посмотрим результат. Давайте. Выигрыш пять тысяч. Много? Ну, хватит. В запасе две минуты и девятнадцать секунд. Тоже хватит? Посмотрим. А впереди четвертый раунд. Напоминаю, что вы можете сказать пас один раз. Первый вопрос. Как по-французски называют овощи, макароны или каши, подаваемые к мясным и рыбным блюдам? Гарнир. Верно. Какой период развития человечества историки располагают между медным и железным веками? Каменный век. Нет, этот бронзовый. Мы там не жили, и мы этого не помним. Но об этом помнит, наверное, Вероника Токарева из города Перми. Вероника. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Павлова может поделиться с вами своим выигрышем. А выигрыш этот пять тысяч рублей. Вот только неизвестно пока, сколько выиграете вы. Это покажет гонг-игра. В ней три варианта. Один из которых счастливый. В нем гонга нет. Вдруг других он есть. Посмотрим, какой достанется вам. Этой красной кнопкой вы можете остановить гонг-игру. А какой вариант вы выбираете из трех? Третий. Вариант номер три. Гонг-игра. Двадцать рублей. Сто девятнадцать рублей. Семьсот семнадцать рублей. Семьсот восемьдесят восемь рублей. Девятьсот восемьдесят пять рублей. Одна тысяча сто пятьдесят шесть рублей. Одна тысяча сто семьдесят восемь рублей. 1750 рублей, 1822 рубля, 1908 рублей, 1924 рубля, 2024 рубля, 2229 рублей. Мне очень жаль. Я должен сообщить, что 5000 рублей достались Веронике Токаревой из города Перми. Вероника, вы слышите меня? Слышу. Я поздравляю вас с вашим выигрышем. Вы довольны? Очень. Спасибо вам за игру. Спасибо. Присылайте, пожалуйста, вопросы к нам еще. Хорошо. Будьте здоровы, всего вам доброго. До свидания. До свидания и вам тоже. Наталья, не расстраивайтесь. Никакой-то не расстраивайтесь. А вот и сирена. И это значит, что наша программа окончена. Мы играли вместе с вами, уважаемые телезрители. Это была игра «Народ против», а я ее ведущий Александр Милосердов. Если вы хотите принять участие в нашей программе, пожалуйста, посетите наш сайт vmedia.ru или звоните нам по телефону 258-59-76. До свидания.